ксена королева воин ксена ксена какие красивые мы себе одна лавочка уже залачена но еще вот вот это еще лавочка и еще не шлифовали еще раз ну именно хорошенько еще пошлифуем зала чем вот она вот видите такой вот просто шикардос именно лавка получается вот ребятам пытаться бензопилу завести до синими заперут отрина я говорю а кто вы магазин или что они гряда мы магазин мы молодые эти я говорю на смотрите вопрос в том что магазины просят чтобы она была желтенькая ручная щипка у нас мы не делаем ручную щипку мы делаем из пера щипалки я честно говоря было редко когда сторонник что на тридцать девятый день бывают тушки уже от 2 300 ну окажется я понимаю потому что если вчера была живым весом валерчик отсаживала вечером на тридцать восьмой день был вес 1 3 300 то есть это я соответственно понимаю 2 500 2 ну 2 500 грубо говоря 2 600 уже тушка на 38 оснащиваю подготавливаем нашу тепличку высаживать в этот грунт поэтому то что подскажет что рабыть советуйте друзья обратили внимание птичка чистый хотел вот ребята тут делают я пока без их неуведомо залезу и проверим что 2 300 шикарно тридцать девятый день я считаю нам вот это хорошее куночка ну тоже 2 300 ну короче друзья вот они идут вот это наверно будет еще побольше давайте еще одну яиц прошу прошу прощения за съемки сам все делаю яиц 2 450 шикардос там ребяточки бьют курочек в общем красота у нас для пота так вот и завезли у нас чп где морозильные камеры позвонили вот ребятам так камера у нас работает сейчас покажу это у нас тут подморозилки здесь вот мы вчера забили курочек все это я напоминаю 39 день мы били они уже слегонца подмороженные все больше двух килограмм я считаю что это хорошо тут это их лежит штук 30 завтра нам надо вот такие вот камеры делаем в общем короче в общем ремонтируем да поэтому вот так вот друзья если надо кому-то такие вот вентиляторы то могу продать договоримся по цене производительность одного вентилятора четыре с половиной тысячи кубов в час уважаемые друзья добрый день вас приветствую на своем канале добрый фермер дядя саша друзья первые что хотелось бы сказать группа в телеграме нас больше тысячи спасибо вам ссылочка в описании поэтому говорите что надо задавайте свои вопросы пишите спасибо что вы не ссоритесь не ругать и что вы там адекватные вот по этому поводу ссылочка в описании все друзья сегодня у нас тридцать девятый день мы начинали где в начинаем делать забор почему потому что клиентская база вся в основном то которая у меня есть они просят курицу 2 2 и 2 килограмма вот тридцать девятый день тушечки уже у нас сегодня на выходе пока первые которые я взвесил я взял побольше конечно же вот ребята начали бить два триста два триста восемьдесят поэтому я считаю это шикарный показатель для тридцать девятого дня поэтому скажу так медля реклама чисто от себя что корму 4 фермы лайк друзья молодцы если вы в таком же духе выйти выдавать людям дальше продукцию то на рынке конечно же вы займете свою необходимую и нужную нишу поэтому не испортить пожалуйста если или как низ не страть не сократите у меня есть вопросы часто задаваемые сегодня это по температуре по забою по шпарчану и часто птичка чихает друзья очень часто люди пишут и задают вопросы что птица чихает чем пропоить птица кашлят я знаю точно что есть причина тому холодная вода вот это однозначно вот но вопрос в том что я уже держу птицу больше трех лет вот и держал партии по три с половиной тысячи по три тысячи разово то есть я понимаю что наверное и моя птица где-то когда-то чихала мне задают вопросы чем вы пропаивать я ни разу за все время еще от кашля ничем не пропою я наверное знаете думала причина тому да я выдаю воду всегда если вы обратили внимание в роликах моих знаете что вода у меня она всегда стоит подогретая то есть мы сразу со скважины не заливаем воду а мы ее на в резервуаре греется греется температурой той которая непосредственно в самом птичнике потом она уже перед подается на сам в саму же резервуар на линию паэль и уже подается вода всегда для птицы вот но скажете что да ты такой неужели у тебя не кашляло друзья может быть и кашляло но я думаю что количество вот 500 штук у меня это самое маленькое количество которое я держал на своем опыте вот поэтому сейчас то что я вторую партию делала 500 штук это самая маленькая партия которая у меня есть из всех вот мне нужно сейчас буквально дней за 10 быстренько сбыть вот поэтому сейчас за эти пару дней мне нужно штук 70 пристроить пока 39 41 почему чтобы корм немножечко дальше сохранить чтобы можно было птичку подержать до дня 46 потому что есть и такие некоторые клиенты которые просят 3 килограммовой тушки вот и так далее вот это первое по поводу чихание вы поняли да чем спрашивает пропаивать я знаю что есть что-нибудь такое ну как не советовали а сам спрашивал ветеринаров у хороших знатоков ребят а чем пропаивать они говорят что-нибудь на основе амулина вот какие-то вот такие вот препараты вот если вы знаете другие препараты тоже напишите пожалуйста в комментарии я думаю тем самым вы поможете очень многим ребятам которые задают вопросы что если птичка кашляет что делать нам дальше вот второй вопрос который он был по поводу шпарчана температура по поводу сколько держать нужно в шпарчане сколько нужно перощипалки лежать вот скажу вам откровенно что за свой опыт сегодня допустим мы впервые бьем температура 63 градуса я имею взрослую крупную птицу вот обычно она составляет 69 градусов для шпарчана и там держит его ранее секунд 20 но как у меня ребята делают ребята мне делать шпарчане они и макают окунают держит там и пробуют одно перышко если она дергается но легко то соответственно они вынимают и закидывают уже перосъемку перосъемки то же самое мы смотрим уже процессы те которые необходимы уже до того чтобы вынимать птицу уже лысенька на линии дальше там конечно же руками дорабатывать вот что еще хотелось бы сказать сколько количество птицы кладут в перосъемку мы всегда кладем две но сегодня так как нам нужна скорость нам в течение двух часов нам нужно через два часа уже выдать птичку вот я думаю что впервые мы по три штучки кидаем и она тоже принципе нормально не ломается пирог пока не ломается крыло или что-то еще почему потому что когда рвется кожа я знаю что точно вы передержали в шпарчане температуру вот когда ломается тоже тоже эта птица не додержалась вот и у него ломается все вот эти вот моменты потом что еще дальше интересному чуть подвинься серьезно у нас процесс идет он забивает птичер да они выбирают поэтому если вы как обратили внимание у нас уже некоторые клетки уже выбраны они то есть мы заранее отсадили кетки уже приблизительно выбрали носа какие нам необходимо что мы делали мы брали чтобы не меньше 2 700 живым весом было вчера вечером отсадили сейчас мы уже эти выбиваем то есть вот здесь у нас сидят не меньше 2 700 и вот здесь у нас сидят не меньше 2 700 но дальше конечно же мы их рассадим потому что в принципе все таки птички кесли друзья как видите немножечко хочу рассказать о пересъемной машине часто задают вопросы что за скажу так откровенно я ее покупал в полос днепра производитель какой-то да вот уже горел мотор у меня здесь горел по причине того что ребята неправильно подключили фазы в общем там тоже другое другая история вот ну машинка сама по себе хороший уже она получится третий год она идет производительность ее я так понимаю ориентировочно где-то в минуту можно делать ну штуки 3 спокойно 4 причина в том что можно делать и больше но вопрос в том что сколько вы сможете подавать птицы непосредственно сюда здесь если вы видите конусы конусы я покупал эти но я их переделал переделал что мы обрезали потому что слишком широкая у нее было как правильно сказать диаметр наверно слишком широкий именно сверху был вот и птица спокойно болталась она ломала себе крылья то есть что я сделал я снял заклепки и я сделал уже вот и поэтому они вот такие вот уже у нас получились вот но они работают делают держит себя хорошо вот и получается снизу у нас ванна куда стекает кровь вот температура спортчана я рассказывал какая она разная бывает и то же самое папиросъемной машине вот подача воды идет от кнопочки у нас здесь кнопка с этой стороны хочется вот покажи да вот кнопочка у нас вот идет здесь в калвы кал да непосредственно вот сам идет оба через который идет водичка ну может показать серый да вот здесь вот вода у нас подключается то обычно здесь у нас она ломалась единственный раз у нас сломался клапан который от стиральной машины сюда для подачи воды то есть кнопка нажимаем вода пошла вот быльца вот эти перьевые я не знаю как и какой у них диаметр да ну мы еще ни одного не меняли еще если вот вы видите ну наверное на длину пальца ну вот по крайней мере моего указательного сама по себе что хорошо в ней производительность у нее хорошая вот но непосредственно что единственное кого-то может быть не устраивает это непосредственно то что она сбивает всю желтую весь желтый налет желтую кожицу у птицы и даже если потом когда мы начинаем щипать если птичка какое-то время лежит немножечко на ветру то получается она когда высыхает цвет кожи один а так кожица которая не сбита еще была там есть моменты которые не сбиваются с нее он другое она почта как от пятниста и уже не очень красивая но вопрос в том что непосредственно мой клиент он берет спокойно птицу потому что он знает им все равно какая щипка им главное качество мяса но конечно же для первых покупателей которых вы хотите только приобрести для себя нужно же конечно же красиво преподавать хороший внешний товарный вид вот вопрос в том что по поводу вчера например был такой интересный момент мне позвонили люди вот они попросили а можно говорит птичку нам пожалуйста я продаю сейчас по 70 гривен за килограмм это можно нам птицу без фаланги пиши то есть я понимаю что это люди берут а те люди которые берут для того чтобы приобрести чтобы перепродать то есть это перекупы так называемый я сразу говорю вы и ну на перепродажу они говорят да я говорю а кто вы магазин или что они грядом и магазин мы молодые эти я говорю на смотрите вопрос в том что магазины просят чтобы она была желтенькая ручная щипка у нас мы не делаем ручную щипку мы делаем из пера щипалки они говорят мы знаем что такое мы сами держали птицу наш клиент знает нашу птицу они говорят нам главное чтобы она была качество мяса вкусное вчера взяли у меня на пробу 10 штучек я сделал еще скидочку такую знаете как чтобы привлечь их я думаю что мы подружимся с этим магазином по причине того что если у них просили и брали вкусное мясо то я знаю точно за качество своего мяса что оно хорошее вот поэтому пера щипалка она очень помогает конечно же если у вас там вам надо в день забивать и не знаю там ну штук по там 50 100 может быть может быть еще больше то есть я вспоминаю мы на вот этой вот пера щипалки самое больше что мы перебивали мы перебили в день по моему 260 штук у нас было мы стали шестером мы стали в 2 часа дня и мы закончили в 8 вечера вот но мы трудились конечно то есть получается за 6 часов мы перебили потому что нам надо было полтонны мяса мы перебили и такой вес был 192 у курицы плавающие 18 но я помню в районе 270 штук может быть 265 вот это количество мы перебили и благодаря конечно же пера щипалки если бы это была ручная щипка но я больше чем уверен мы бы вряд ли бы успели потому что хотя говорят что есть люди такие которые щипают очень много и быстро но я знаю если вот ну вот так вот щипать не хотите как то можно нащипать очень много а если щипать качественно хорошо то конечно же это сложно вот поэтому друзья что для забоя нужно для забоя нужно куда утилизировать кровь чтобы впоследствии она была нужна машинка непосредственно ну и нужен шпарчан про шпарчан я уже рассказывал вам вот поэтому это вот такой вот мини у нас забойный цех я знаю вы начнете рассказывать антисанитария вы начнете рассказывать покажите мне когда при забои где идет кровь где идет пирог где не антисанитария конечно же самое важное чтобы тушка наша была чистенькая потому что мы после этого мяса споласкиваем после этого делаем все красиво чтобы клиент наша получила хорошее вкусное мясо тем более сейчас хочу еще немножко и тем более а дополнить еще такой момент лето жара очень внимательно друзья относитесь к тому чтобы чуть-чуть даже остатки крови никакой не оставалось непосредственно я не говорю внутри а непосредственно в самой полости где мы вычистили потому что жара и крови буквально чуть-чуть достаточно для того чтобы дать неприятный запах мясу да она ну как бы курица будет нюхать же обычно внутри поймите это очень важно то есть нужно обращать внимание на внутрянку чтобы вы чищали все вот эти вот моменты которые есть в птице вот чтобы еще хотелось сказать что еще про пера щипалку я сказал цена и ориентировочно по ум в районе девяти с половиной тысяч по моему да где-то так это пару лет назад было ее покупал и они еще есть производитель какой ну я не помню такой вот конусы тоже покупал где-то по моему по 150 гривен их вот но я их скажу сказал уже так что я переделал и вот ночь парчан конечно тоже покупал но впоследствии я знаю что можно самому такую сделать штуку то есть там в принципе никаких делов термостаты поставить на хорошие тены тены отдельно продаются потому что я уже менял один тен у него вот тоже по моему тен стоит 1200 гривен по моему один тен стоит вот тены можно самому ну и соответственно емкость нержавейку все ну короче это все делается поэтому друзья вот в принципе вот для забоя все что нужно вот вот по поводу шпарчана по поводу пера щипалки я сказал какая фирма пера щипалки я не знаю потому что я ее брал через интернет вот их куча таких я помню что где-то ориентировочно два года назад я за 9 чем-то тысяч брал вот по поводу самого шпарчана тоже там брене что-то 7000 брал там 2 тена по полтора киловатта вот два тена я запускаю редко когда когда мне скорость нужна так вот потому что в такую погоду как сейчас если на улице у нас плюс 18 то 2 тена они в принципе ориентировочно часа за полтора нагревают валю емкостью по моему там 60 литров если не ошибаюсь вот это по поводу температуры я сказал терморегуляторы стоят на каждом тене тоже они и куча в интернете потому что мне перегорали ломались тоже заказывал такого плана подобных вот я могу я сфотографировал сейчас я думаю на экране вы увидите такие терморегуляторы это я пользуюсь вот такими посвящены регуляторы друзья вот они так фирма я не знаю если вы видите диджи топ это не реклама как бы да вот но они так и по-моему что-то в районе там до 500 чем-то гривен да они стоят вот они концы в конце мы переделывали сами потому что они часто ломаются да в общем у нас ребята есть толковые которые понимают то есть это непосредственно в шпарчан уже вставляется она в общем вот так вот они работают да у нас еще где-то запасной 1 есть поэтому вот что дальше интересно по поводу следующего эксперимента корма барвина ребята вот все я с ними уже договорился точно мне дают скидочку рекламную вот я буду рассказывать об этом корме я скажу сразу откровенно так как вы знаете меня я говорю откровенно правду я ребятам доме не налажайте ребята потому что если что-то будет не так люди увидят об этом поэтому я говорю но и не делайте же конечно так потому что а бог он все видит чтобы мне задать какой-то хороший корм а потом выдать другим людям не такой хороший корм поэтому я думаю ребята вроде тоже молодцы молодые современные хотят двигаться в этом направлении тоже верующие вот мы с ними поговорили разговорились поэтому слава богу что я думаю что у нас это получится и образуется вот поэтому они выдадут таблицу какая необходима роста а вот уже побольше моей на 100 грамм в период и они говорят что птица будет превышать еще эти все показатели ну посмотрим я честно говоря было редко когда сторонник что на 39 день бывают тушки уже от 2300 и окажется я понимаю потому что если вчера была живым весом валерчик отсаживал вечером на 38 день был вес в одной 3300 то есть это я соответственно понимаю 2 500 2 ну 2 500 грубо говоря 2 600 уже тушка на 38 день то я начинаю в принципе верить но во что я не верю я слышал рассказ одного человека что на 38 день он выбил партию из двухсот штук и у него все птицы от 2 и 6 до 2 и 8 килограмм вот в это я не верю объясню почему потому что существует птенец который он не может быть идеален весь то есть я понимаю что разбег какой-то есть я знаю что у меня из этой партии будет по-другому где-то и кило 600 пушка на 30 какой-то на 40 точнее день а где-то будет и и допустим два с половиной килограмма то есть разбег какой-то будет но основная масса конечно же будет большая но когда человек говорит что из двухсот штук пять штук потерь вот и все остальные вот 150 грамм разница вот в такие конечно история не особо верю но дай бог может быть это правда человек красавчик он научился хорошо выращивать пускай у него все получится и пусть бог его благословит вот поэтому друзья не стесняйтесь задавать вопросы не стесняйтесь заводить птицу вот сейчас жаркий период еще кстати вопрос у меня по поводу есть возьми жаркий период это помещение у меня временное так как здесь скоро мы перестроим уже в другие моменты пусть здесь делать хотим хорошее впоследствии дома увидите вот что здесь будет но вопрос того чтобы утеплять я имею ввиду почему утеплять чтобы сделать такой термос чтобы тепло не проходила не проникала а удерживаю я думаю попробовать знаете светородорожательной пленкой попробовать обклеить весь курятник я не знаю что но это самое дешевое но будет отталкивать я думаю вот эти вот моменты хочу попробовать если что-то не так то пожалуйста напишите я не хочу клеить пенопластом вот утеплять я не хочу еще всякие там термо гидро всякие aqua что там еще бывают такие вещи клеить потому что это затрат это не нужны потому что там не на одну партию хочу просто попробовать лёжечкой заклеить вот такой вот все свет солнечные отражатели которые на окна перед я думаю что какие-то температуры мы сбавим и сбросим вот поэтому друзья в принципе вот все чтобы хотелось сказать еще раз вам всем спасибо республика что пишите подписывайтесь на канал если у вас есть соц сети пожалуйста поделитесь друзьями еще с кем-то тем самым вы поможете каналу а для чего вы должны подписаться на канал и раз вы смотрите меня не первый раз то однозначно нужно подписаться на канал для чего для того чтобы смотреть какие-то новости потому что очень часто сегодня люди подписывают вопросы а вот как сделать то или как вы делаете то друзья у меня практически на все есть ответы начиная на забой у меня ролика 2 по сбыту у меня ролика 3 полностью по всей базе по всем людям у меня все по клеткам есть ролики по что там еще по суточным цыпленком практически все процессы по водянке все есть витамины выпаивать какие схемы системы тоже все есть поэтому друзья вот сейчас я скажу уже что с 35 дня я вообще ничего не даю только воду пью то есть подкислитель уже кончился я и не буду покупать его да было бы лучше если бы был подкислитель но я не буду его покупать уже чтобы не делать затраты вот думаю что на эту партию еще и скажу так еще спрашивали по бухгалтерии вот мы стартовали с прошлой партии 500 штук мы взяли у нас было 14000 то есть мы купили птенца за получается там тысяч за 5 вот чуть поменьше остальное мы первым вложили в корм остальное мы брали по рассрочке то есть мы купили табак мы сделали до табаков довели это прошлая партия до 25 дня продали какую-то часть табаков заплатили еще раз за корм вот и уже на 45 день когда мы начали забивать птицу мы рассчитались полностью со всем тем долгом по корму что у нас был и мы на те деньги которые с прошлой партии мы заработали мы купили еще вот эту и мы точно также уже берем вот этот вот форм только сейчас этот кормом уже обошелся в районе 35 тысяч уже гривен это уже со скидкой так еще дороже он корм этот стоит поэтому уже не было рекламы нам как это бонуса просто было оптовая скидка вот поэтому я считаю что мы нормально стартанули 14000 мы забили еще одну партию и сейчас мы уже конечно же заработаем и нам еще будет немножечко легче поэтому друзья вот следите за каналом подписывайтесь смотрите всего доброго с вами как всегда был на канале добрый фермер саша до новых встреч